Есть закон духовный, который, кстати, чрезвычайно важен, и которого почему-то как-то мало знают или не обращают внимания, или не понимают. Невозможно изменить вокруг себя жизнь, не изменяясь самому. Невозможно спасти ни одного человека, не изменяясь самому, то есть не спасая себя. И любая власть в конечном счёте является не случайным явлением, а прямым следствием духовного состояния народа. Поэтому выглядит просто, ну, я вам скажу, безграмотно скажу, когда мы ругаем власть, вместо того, чтобы посмотреть – а ты что? Мы кто? Посмотрите, что писал Иоанн Кронштадтский в эти первые годы XX века. Как он говорит кровавыми слезами, можно плакать, о безверии нашего народа. И говорил, вот почему приходит революция во V года. Он прямо говорил, причина какая – наше состояние. Так вот, нет власти, которая не от Бога. Происходит всё по духовным законам, закономерно. Поэтому как нужно относиться? Прежде всего, к этому нужно относиться. Мы должны посмотреть на себя. Кто мы? И понять, что основной причиной той власти, которой мы почему-либо недовольны, является вовсе не он, которого поставили, а мы, то есть я и другие, когда мы видим общее состояние народа. Всё, происшедшее действительно от Бога. И поэтому наша задача – первостепенное внимание обратить на покаяние, буквально покаяние, в прямом смысле этого слова. Покаяние – попытку исправления себя. Тогда, по духовному закону, и люди, которые осознают недолжность своего поведения, восходя туда кверху, и занимая какие-то определённые высокие посты, будут изменять и саму власть. Власть изменится в силу того, что изменяется народ.